Мы говорим о развитии казачества на Кубани. Наш сегодняшний собеседник – начальник отдела организации Государственной службы казачества и работе с казачьими обществами, департамента по вопросам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Виталий Лысов. Здравствуйте. Итак, какие приоритетные направления государственной политики в отношении казачества реализуются у нас в Краснодарском крае? Скажите, сколько казачьих корпусов на Кубани, сколько за его пределами и что нужно, чтобы вступить в него? Ну, это еще один пласт очень серьезной нашей работы в области казачества – казачье образование. Основным звеном, как вы уже сказали, в данной области являются казачьи кадетские корпуса. На территории Краснодарского края сегодня семь казачьих кадетских корпусов. Из них четыре подведомственны нашему департаменту по делам казачества. Это Ейский, Новороссийский, Кропоткинский и Бринковский корпус. И три корпуса подведомственные Министерства образования, науки и молодежной политики края. Это корпус Кубанский, который в Краснодаре находится, с филиалом в Крымске, Курганинский и Тимошевский. Если говорить в целом о казачьих кадетских корпусах страны, то по имеющейся у нас информации, на сегодняшний день всего в России действует 28 таких образовательных учреждений. Из них семь только на территории Краснодарского края. То есть и по этому направлению нет ни одного субъекта Российской Федерации, который был бы впереди нашего региона. Поступить в казачий кадетский корпус не так сложно. Это может сделать любой ребенок мужского пола. То есть кадетские корпуса у нас только для мальчиков, для девочек, к сожалению, их нет. Который годен по состоянию здоровья и успешно освоил программу, школьную программу шестого класса. В кадетские корпуса производится набор в седьмой класс. И дополнительно производится набор в десятый класс. Это для тех ребят, которые после девятого класса решили продолжить обучение в системе среднего общего образования. Естественно, данное поступление проводится на конкурсной основе, поскольку количество мест в казачьих кадетских корпусах ограничено, а число желающих обучаться в них довольно большое. В некоторых корпусах иногда конкурс достигает около трех-четырех человек на место. Собеседование представляет собой... Это обычное собеседование по пройденному материалу шестого класса. Русский язык и математика. В устной форме? В устной форме это все проводится в виде обычной беседы с ребенком. Если мы видим, что он показывает хорошее знание и знание выше, чем у его, допустим, конкурента, плюс дополнительно мы задаем такие вопросы, связанные с... Вот элементарные вопросы, связанные с казачеством. Ребенок должен понимать, если он идет в казачий корпус, зачем ему это нужно, что он знает про казачество и так далее. Если это собеседование успешно пройдено, составляется рейтинг так называемых желающих обучаться в корпусе, и по итогам издается приказ о зачислении в корпус. И получается, Вы говорите, наплыв у Вас большой, с каждым годом он растет? Да, с каждым годом он растет. Число желающих в корпусах обучаться постоянно увеличивается. Здесь еще большим стимулом является и то, что корпуса являются одними из лучших образовательных учреждений на Кубани и даже в стране. У нас ежегодно проходит конкурс названия «Лучший казачий кадетский корпус России», учрежденный Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества. И на протяжении уже многих лет победителем им становятся именно корпуса, находящиеся у нас на Кубани. Допустим, в 2018 году победителем был Ейский казачий кадетский корпус. В прошлом году данного звания удостоился Новороссийский казачий кадетский корпус. Причем Новороссийский корпус был удостоен данного звания до этого еще два раза. Вы говорите, поступают ребята в седьмой класс. Сколько они учатся? Ребята поступают в седьмой класс и обучаются либо до девятого класса включительно, либо продолжают обучение до одиннадцатого класса включительно. Поскольку у нас в системе образования есть выбор ребенка уйти после девятого класса в среднеспециальное учебное заведение, либо продолжить обучение в обычном образовательном учреждении. А у выпускников корпусов есть какие-то привилегии при поступлении в высшее учебное заведение? Если говорить о действующих прописанных законодательно привилегий, таких привилегий нет. Но если говорить о фактическом положении дел, то, как правило, это дети наиболее подготовленные. Это дети, обладающие строгой дисциплиной. Это дети, уже осознавшие себя как составной частью гражданского общества, и которые готовы жить и служить, работать в системе государства. И образовательные учреждения при приеме данных детей, естественно, обращают внимание, что ребенок закончил казачий кадетский корпус. Как правильно он и показывает знания, соответствующие статусу этого образовательного учреждения. Но если говорить о прописанных именно преимуществах, что можно там без экзаменов куда-то, такого нет. Ну, негласное все-таки есть, да? А куда чаще всего уходят ребята? По военной линии, наверное? Вы знаете, в разные направления ребята поступают. Это и по военной линии, это и гражданские вузы, гражданские специальности. Но здесь есть иногда небольшое заблуждение, что ребят родители отдают в казачий кадетский корпус для того, чтобы потом они стали профессиональными военными. Мы никоим образом не запрещаем ребятам поступать после корпуса в военные вузы, не имеем такого права. Но при обучении в казачьем кадетском корпусе мы максимально мотивируем их на поступление в вузы, расположенные на территории Краснодарского края. Как правило, это гражданские вузы. Для чего это делается? Мы видим в этих детях будущее кубанского казачьего войска, будущих подготовленных казаков, подготовленных атаманов, которые должны после окончания корпуса прийти в свое казачье общество и быть вместе с казаками. Речь не идет, чтобы они там работали в казачьем обществе. Состоять в казачьем обществе, принимать активное участие в жизни общества, приносить свой вклад в развитие данного казачьего общества. Соответственно, если ребенок продолжает обучение на территории Краснодарского края, он постоянно рядом с нашими казаками. Если он продолжает обучение где-то в другом регионе, то данная связь теряется. И мы максимально не хотим этого допускать. Что касается средних школ. Вот губернатор давал поручение организовать в каждой школе казачий класс. Насколько выполнена эта задача на данный момент? Да, сегодня это поручение выполнено. Практически в каждой школе организованы казачьи классы. Либо где нет возможности создать именно класс, организованы казачьи группы. Либо одновозрастные, либо разновозрастные. Это поручение было дано губернаторам очень своевременно и является для Кубани очень значимым. Мы все благодарны губернатору Вениамину Ивановичу Кондратьеву за такое своевременное, нужное, необходимое всем нам решение. На сегодняшний день количество казачьих классов и групп казачьей направленности в целом по краю составляет более 4,5 тысячи единиц. И по количеству обучающихся это более 91,5 тысяч обучающихся, как девчонок, так и мальчишек, наших юных казачек. Казачьи классы все-таки девочек берут, да? Это обычные образовательные учреждения. Классы в школах не делятся на женские, мужские. Они работают несколько по иной системе, нежели казачьи и кадетские корпуса. Отдельно следует отметить, что в крае существует практика присвоения образовательным учреждениям регионального статуса казачье образовательное учреждение. В том случае, если оно, это учреждение полностью соответствует по своему содержанию обучения, по оформлению и по всему внутреннему содержанию казачьей системе образования, и если количество казачьих классов в целом в школе более половины. Соответственно, у нас есть сегодня 60 казачьих школ с официальным статусом, и с прошлого года появилась практика присвоения такого же статуса детским садикам. Сегодня в крае 17 детских садиков, которые являются казачьими детскими садами. Какое образование получают дети? Я имею в виду специализированные. Если говорить об образовании, любой казачий класс, казачья группа, дети там, да и в казачьем кадетском корпусе изучают весь ряд общеобразовательных дисциплин, которые изучают в любом другом классе. То есть никакие дисциплины не заменяются, ничем не подменяются. Но чем отличается казачий класс от обычного? Что в системе дополнительного образования, либо во внеурочной деятельности изучаются дополнительные дисциплины казачьей направленности. Это такие предметы, как история и современность кубанского казачества, по которому разработаны специальные образовательные программы. Это такой предмет, как традиции и обычаи кубанского казачества. Причем, если раньше данный предмет мы более практиковали в виде практических занятий по фольклору, по декоративно-прикладному искусству и так далее, то сегодня это более базовый теоретический курс, который изучает именно казачий быт, культуру, традиции, обычаи. И ряд спортивных дисциплин, которые так или иначе связаны с традициями кубанского казачества. Это и военно-прикладные виды спорта, и строевая подготовка, и где есть возможность конная подготовка, основы джигитки, фланкировки и так далее. Мы говорим сейчас про школы. Про школы. Девочки тоже участвуют? Да, девочки тоже участвуют. Плюс, я забыл сказать, отдельный предмет – это основы православной культуры, которая изучается во всех казачьих классах. И изучается в едином формате, как для девочек, так и для мальчиков. Единственное, что во внеурочное время, если работают какие-то дополнительные кружки казачьей направленности, тут уже есть выбор, что ближе мальчикам, что ближе девочкам. Отдельно здесь хочется упомянуть, чем отличается система казачьего образования. С казачьими классами работают казаки-наставники кубанского казачьего войска. Сегодня их в районе полторы тысячи человек. И они на безвозмездной добровольной основе, на основании действующих соглашений между казачьими обществами и школами, посещают казачьи классы и выполняют функцию, если так условно сказать, второго классного руководителя. Для внесения именно в воспитательный процесс казачьего компонента, мужской составляющей, которой часто не хватает в школах, они контролируют успеваемость детей, проводят воспитательные беседы, проводят беседы-лекции о казачестве, в первую очередь о современной жизни кубанского казачьего войска и тем самым помогают классному руководителю и учителям осуществлять данный образовательный процесс. Дополнительным еще звеном в этом направлении является то, что дети в большинстве своем в казачьем классе находятся в казачьей форме одежды. И в этом году департаментом разработаны единые образцы казачьей формы одежды, которые мы надеемся, что уже в новом будущем учебном году будут максимально использованы в образовательных организациях. А вот вопрос о наставничестве. Хватает ли таких педагогов? Ну, если речь, если говорить именно о педагогах, не о наставниках, о педагогах, которые в школе преподают учителях, естественно, их не хватает, поскольку это новое направление и сегодня в педагогических институтах нет специальности учитель казачьего класса. Соответственно, в основном в казачьих классах работают педагоги-историки, которые увлекаются и занимаются серьезно предметом кубановедения, истории, современности у кубанского казачества. Педагоги, связанные с деятельностью, которая связана с творческими специальностями, которые преподают традиции, обычаи казаков. Но мы, в свою очередь, максимально пытаемся вместе с Министерством образования и науки проводить различные курсы повышения квалификации, на которых ведущие, также педагоги Кубани, ведущие историки доводят до учителей новые механизмы содержания данного направления. То же самое можно сказать и о казаках-наставниках. Казаки-наставники также получают методические рекомендации, разработанные кубанским казачьим войском, которые, в свою очередь, также оцениваются институтом развития образования Краснодарского края, который является базой для обеспечения методических пособий по общему образованию. И на основании соглашений по определенным планам казаки-наставники посещают казачьи классы. Конечно, мы бы хотели, чтобы это было каждый день на профессиональной основе, но сегодня Кубанское казачье войско – это общественная некоммерческая организация, и люди не получают за это никакой заработной платы. Соответственно, данная деятельность осуществляется в свободное от основной работы времени. Но, тем не менее, она есть, она ведется, и она приносит свои положительные результаты. Но на перспективу вы наверняка что-то думаете, как-то это ставить уже на другие рельсы? Ну, конечно, вопросы такие прорабатываются, но сегодня, наверное, еще рано говорить о профессиональной такой деятельности. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, о наиболее значимых мероприятиях, в которых участвуют кубанские казаки. Кубанское казачье войско ежегодно проводит целый ряд мероприятий, это и общекраевые, и на уровне районных казачьих обществ. Если говорить о текущем годе, основное, самое значимое для нас мероприятие – это участие парадного расчета казаков Кубанского казачьего войска в параде Победы на Красной площади 9 мая, который состоится уже очень скоро. Впервые казаки Кубанского казачьего войска приняли участие в подобном параде в 1945 году по той причине, что казачьи воинские соединения очень серьезные для страны, внесли вклад в нашу общую победу. Но с тех пор ни разу казаки больше не принимали участие в подобных парадах. И лишь пять лет назад на юбилейный парад Победы, посвященный 70-летию Великой Победы, казаки вновь приняли участие, довольно достойно прошли по брусчатке Красной площади. В этом году решением Министерства обороны принято вновь такое решение. Мы сегодня занимаемся подготовкой парадного расчета, который, я надеюсь, достойно представит казачество 9 мая. Но это лишь одно из мероприятий, которое производится на выезде не на территории нашего региона. Если говорить о нашем регионе, то ежегодно у нас проходит свой парад, казачий парад, в апреле месяце, и посвящен он принятию очередной годовщине, принятию закона РСФСР 1991 года о реабилитации репрессированных народов. Единственное кубанское казачье войско, которое полноценно отмечает данную годовщину и проводит полномасштабный казачий парад. Отдельное мероприятие также – это празднование очередной годовщины, высадки черноморских казаков на Тамань. Мы все знаем, что именно с Тамани пошло на Кубани казачество, началось освоение кубанских земель, и ежегодно, либо в конце августа, либо в начале сентября, Кубанское казачье войско проводит традиционные торжественные мероприятия на Тамани у памятника запорожским казакам, и потом продолжаются эти мероприятия в этнокультурном комплексе «Атамань». Также законом Краснодарского края установлены мероприятия ежегодные. Это очередная годовщина с момента образования Кубанского казачьего войска по старшинству старейшего входящего в Кавказское линейное казачье войско Хаперского полка 1696 год и День Кубанского казачества. Данные мероприятия празднуются в субботу, ближайшую к празднику Покрова Божьей Матери 14 октября проводятся. Они не централизованы в Краснодаре, а отдельно в каждом казачьем отделе Кубанского казачьего войска. Это полномасштабные казачьи праздники с участием жителей и гостей наших городов и станиц. Сюда же можно привести, как пример, целый ряд мероприятий патриотической направленности. Это физкультурно-спортивные соревнования, такие как, допустим, соревнования по армейскому рукопашному бою. Это различные спартакиады допризывной молодежи. Это мероприятия, которые проводят успешно действующие в крае детско-юношеское региональное общественное движение «Союз казачьей молодежи Кубани», которое сегодня насчитывает более 100 тысяч человек. Это все обучающиеся тех же казачьих классов, корпусов и так далее. Это и военно-полевые сборы, на которых казаки автономно выходят, полностью экипированные со своими принадлежностями для повышения своей боевой готовности в случае возникновения каких-то нештатных в нашем регионе или в стране с ситуацией. Это и еженедельный выход нашего почетного караула на церемониал «Час славы Кубани», который проводится по воскресеньям на центральной улице нашего города Красной и является символом дани памяти казаков, которые ранее до революции жили на этой земле и занимались возрождением, становлением на Кубани казачества. Можно очень долго перечислять эти мероприятия, но в целом вся эта деятельность полностью направлена на возрождение на Кубани казачьего уклада жизни и позиционирование Кубани именно как казачьего региона, поскольку представители этой культурно-этнической общности всегда были основоположной составляющей на территории Краснодарского края. сегодня являются неотъемлемой составляющей частью гражданского общества, которое имеет свою позицию, свои взгляды и работает и живет в неразрывной связи с государством. Спасибо вам большое за беседу. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин